Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие, я вас всех приветствую, меня зовут Ирсен, спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, девочки и мальчики, все стараюсь читать. Сегодня давно не делала расклад на 4 дня, давайте посмотрим, что вас ожидает в ближайшие 4 дня. Кто со мной на канале первые, я отвечаю на вопрос, почему 4, потому что я спрашивала у моих подписчиков, и они проголосовали и выбрали 4 дня. Для них это наиболее такой оптимальный вариант, поэтому смотрим на ближайшие 4 дня с завтрашнего дня. Ну, тех, кто смотрит, соответственно, не завтра будет, а в какое-то другое время, значит, смотрите на ближайшие 4 дня с даты просмотра. Давайте посмотрим, что вас там ожидает в ближайшие 4 дня. Какие энергии или какие события у вас там будут. Так, и совет. Так, ну что, поехали, смотрим, значит, что у вас будет завтра, да, в тот момент, завтра-завтра, завтра у вас будет. Завтра, знаете, вам могут быть какие-то деловые решения у вас, могут быть какие-то покупки, также вы можете что-то ювелирное изделие какое-то купить. В общем, неважно что, здесь можно, знаете, как-то либо получить прибыль, либо что-то вы соберетесь купить. Вот. Также вас карта предупреждает, что вы можете заняться благотворительностью, либо кому-то помочь, не обязательно финансами помочь, а можете помочь каким-то советом. Вот. И, да, как-то вот совет вам завтра разумно распоряжаться своими средствами, потому что вы можете потратить, к примеру, больше, чем рассчитывали, да, и потом попадете в небольшой такой просаг. Потому что будет какая-то ситуация, да, где вы, может быть, захотите как-то из крайности в крайность вас будут кидать, и вы не будете знать, какое решение принять. Поэтому здесь, вы знаете, выдохните, немножко подождите, а потом уже принимайте решение. То есть решение какое-то у вас будет, вы предстанете перед каким-то решением, и решение это не принимайте на албом, подумайте, да, не делите все на черное и белое, как карта говорит. А немножечко подумайте, прежде чем что-то делать. Здесь у вас, может быть, какая-то тяжкая весть, кто-то узнает здесь, знаете, здесь в вечернее время суток, возможно, да, здесь что-то резкое, резкая какая-то весть, да, вы узнаете что-то. У кого-то это, может, связано со смертью какого-то человека, не обязательно близкого. Может, вы узнаете там о том, кто, там, бывший коллега умер, либо там, не знаю, друг по детству, с которым вы 300 лет не виделись. То есть такая вот тоже новость может быть, но вообще это что-то может быть какая-то такая вот тяжкая весть, да, которая вот вас заставит, да, делить что-то на черное и белое. И, возможно, вы на эмоциях захотите принять какое-то решение, но вам, говорят, не принимая вот именно на эмоциях, да. По поводу работы здесь, да, вам говорят развитие проектов, приближающиеся перемены и постепенный рост. То есть у вас вот опять-таки может быть какая-то ситуация, вы устали здесь, поэтому тоже не принимайте какое-то решение, потому что там, где вы работаете, возможно, какой-то рост карьеры будет. Ну, вообще, в общем, если говорить про день, то работа, да, будет, она будет. Здесь, может быть, даже за голову хвататься будете, бумажная какая-то волокита. Ну, то есть такой день, я бы сказала, не шибко богат на какие-то приятные эмоции, ну, такой средний, да, потому что здесь, я говорю, вы какие-то, единственное, что вы, говорю, здесь получите какие-то неприятные известия, которые поставят вас перед выбором. И вы будете, знаете, стоять, да, здесь, может быть, кстати говоря, с работой что-то, захотите вы уволиться, это может быть, да, на работе что-то произойдет, какая-то ссора, может быть, недопонимание что-то, не обязательно на работе, дома, может быть. Вот здесь вам карты говорят, да, то есть вот это какая-то тяжелая неприятная известия, да, которая вас поставит перед выбором, и вам в этот день не советуют принимать какое-то решение. У кого-то по работе, да, вы с кем-то прекратите сотрудничать, возможно, да, все-таки там кого-то уволят, у кого-то здесь будет распускать кто-то сплетни, то есть вообще, в принципе, здесь карты такие, они не очень, как бы, хорошие, да, давайте посмотрим, с чем именно это связано. Просто какие-то неприятные известия, да, и вы, может быть, захотите вечером, к примеру, да, тяжелый день на работе, вы захотите как-то спустить, как говорится, пар, да, и спустите заодно и деньги, поэтому здесь вот немножко контролируйте свои расходы. С чем эта ситуация связана? С чем эта ситуация связана? У кого-то с домом, у кого-то с женщиной связана, да, эта ситуация, долгоиграющая ситуация. Здесь какая-то, знаете, женщина из прошлого, здесь, скорее всего, вы с женщиной поругаетесь, да, либо это вас показали, то есть здесь однозначно здесь какое-то разочарование у вас будет, это может быть касаться вашего дома, известия по поводу женщины, да, либо касаться здесь, может быть, работы, опять-таки, финансов, да, но ситуация, я говорю, действительно какая-то, знаете, вот резко карта башни идет, и может касаться работы, понимаете. у кого-то это дом, да, у кого-то известия неприятные из дома будут. По поводу, может быть, я не знаю, там, какой-то родственницы, да, либо человеком, которого вы считали родным. А у кого-то это будет касаться работы. Что-то, говорю, здесь как-то карта башни, карта резкости, что-то вот разрушится, да, какая-то там, я говорю, может быть, у кого-то это прекращение сотрудничества, у кого-то может быть, там, не знаю, уволят с работы, либо там, вот эта женщина какие-то сплетни по работе будет распускать, и вы с ней поссоритесь. То есть, какая-то вот такая вот ситуация. Немножко будете чувствовать себя одиноко, покинута, в разочарованиях, переживать очень эту ситуацию будет. Такой день не очень, да, но он имеет место быть. Вот какие карты есть, такие есть. Я бы сказала, эмоционально не очень приятен вам будет, вот что. Да, эмоционально не очень приятный. Так, какой вам совет? Сердечная чакра. Любовь — это сердце всего сущего. Ваше сердце — это настроенный на любовь — центр вашего физического существа. Любите всех, всем сердцем, и будьте любимы. Тогда вам будут гарантирована полная защита и наилучшее руководство. Отнеситесь к этой ситуации с любовью. Как мне говорят, проще так говорить. Здесь лечите свою сердечную чакру, да, даже если там что-то дома неприятное, либо с коллегой что-то неприятное произойдет, тоже посмотрите, может быть, да, она сама несчастлива, и всю эту злость выплескивает на вас. Немножечко, ну, как-то, да, любите себя, уважайте себя, да, исцеляйте свою сердечную чакру. Вот. Здесь вот такая вот ситуация, да. В первую очередь любите себя. Вот. Поэтому такой немножко тяжеловатенький день будет для вас. Давайте посмотрим, что будет во второй день у вас. Здесь две карты у меня, да. Здесь необходимость двигаться дальше. А что-то вы уйдете. Это с какого-то подвешенного подвешенного состояния. Возможно, вы эту новость получите, да, в первый день будете стоять перед выбором, да, неприятная какая-то новость, потому что там все-таки король еще мячей выпадал. Может это касаться мужчины быть. Вот. Вы какое-то неприятное известие получите, либо поругаетесь, да, все-таки здесь и карта ругань есть, может поругаетесь с человеком и скажете, там, к примеру, я там устала быть все время одна, все время в каких-то же днах и так далее и тому подобное. Так вот, во второй день, да, здесь будет какое-то пробуждение, то есть у вас какое-то озарение придет, да, то есть вот вся вот эта ситуация, вы, наверное, переспите с этой ситуацией ночью, да, вы под другим углом на эту ситуацию, которая произойдет в первый день, вы посмотрите на нее под другим углом, вот. И, собственно говоря, здесь вот какой-то уход у вас, да, уход от этой ситуации, может быть, от этих людей, от этой работы у кого-то, да, то есть вот вы поймете, что пора вам двигаться дальше, уходить, да, из этой ситуации, вот как-то под другим углом вы все на это посмотрите и примете решение двигаться дальше, вот. Откройте какую-то дверь, да, вот, отъезд, уход, не знаю, там, уход с работы, уход из отношений, что-то вот вы куда-то примете решение, не висеть, да, в подвешенном состоянии, а примете решение двигаться дальше. С чем здесь связано? Здесь, может быть, говорю, здесь с любовной тематикой связано. Ну, у кого-то, у кого-то это сработает, да, но в основном какая-то неспокойная любовь, какие-то сомнения, какие-то печаль, третьи лица в ваших отношениях, либо вы третье лицо, и здесь вы как-то подумаете, что все, я этого больше не хочу, и я хочу двигаться дальше. У кого-то, да, здесь черви-черви, здесь у кого-то это любовная тематика, потому что надоест, потому что как-то под другим углом все посмотрите, и будет у вас уход из этой ситуации. У кого-то это будет в план работы, опять-таки, да, решите как-то от этой ситуации отойти. Вот, вам совет здесь, твердость, да, проявите твердость. Сложившуюся ситуацию можно разрешить мирно и полюбовно, как вы и хотели, однако от вас потребуется также твердость и честность в отношении других людей, вовлеченных в эту проблему. Говорите правду в лицо, а мы будем стоять за вашей спиной, придавая сил и направляя ваши слова в действие. То есть, если вы решили уйти, значит, уходите, да. Стойте на своем, это должно быть ваше решение, вы должны твердо идти к своей цели, да, и говорите, не бойтесь говорить человеку правду в лицо, не бойтесь обидеть его чувства, там, если там он поступал плохо, тогда и говорите, что, да, было то-то, то-то, то-то в наших отношениях, я хочу того-то, 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 и поэтому я ухожу, да, и проявите твердость. То есть, если решили уходить, значит, уходите. Вот, поэтому здесь вот такая вот ситуация во второй день. Давайте посмотрим, что у вас здесь в этот день. Здесь у кого-то, знаете, будете стоять перед выбором, кто-то передстанет перед каким-то выбором жизненного пути, будете принимать решение о том, как двигаться дальше. А кто-то здесь сходит к врачу и узнает, не могли долго, к примеру, найти этот диагноз, да, здесь получите известие по поводу болезни вашей, либо вам назначат, к примеру, правильный этот, план лечения, да, либо выпишут таблетки, которые действительно вам будут помогать. То есть, у кого-то этот день будет связан со здоровьем, да, то есть, вы либо найдете врача, который вам поможет, либо здесь будет исцеление от какой-то болезни. Может, плохо себя чувствовали, а здесь как исцеление будет. Вот, и здесь перед каким-то выбором вы еще будете стоять, с чем он связан. А здесь опять связан с Королем Кубковым, да, здесь будет даже карты, как его описывают, ненадежный, азартный, противоречивый любитель удовольствия женщины спиртного. Поэтому здесь вот у кого-то будет выбор по поводу этого человека, да, опять-таки, и выбор исцеления своего сердца, да, исцеления как из болезни, вы будете думать, что с ним делать, потому что здесь какие-то у вас пустые хлопоты по поводу этого мужчины будут. да, вот он циничный обманщик, чужой человек, понимаете. Вот поэтому здесь какие-то пустые хлопоты вы будете либо стоять на выборе все-таки, правильно ли решение приняла, да, либо вы здесь все равно как-то будете хлопотать по этому человеку. Он здесь будет больше как пустые хлопоты. По поводу работы здесь у вас могут быть, да, какая-то сумма денег вы можете получить, может быть, зарплату, да, может, премию у кого-то, вот. Кто-то может получить здесь подарок от этого человека и, да, это как-то вас вот немножко в ступор гонит. У кого-то это проиграется так, а у кого-то здесь просто какое-то вот решение, да, которое вы примете, опять-таки, вы поймете, что это правильное решение в вашей жизни. У кого-то, кстати, говорят, кто играет в лотерею, может быть, здесь выигрыш какой-то. Небольшая сумма денег, то есть, может быть, а у кого-то подписание договоров, может быть, да, вот, прорыв в какой-то ситуации. Ну, а прорыв, да, может ситуация с этим мужчиной. Опять-таки, будьте выбирать и примите какое-то решение в отношении этого человека. Дети. Вы с любовью относитесь к детям, и они отвечают вам тем же. Все дети, включая ваших собственных, требуют любви, заботы и внимания. Мы способны очистить и открыть ваше сердце, чтобы вы могли уделять им еще больше времени и энергии, когда они в этом нуждаются. Ну, вот совет у кого дети, уделите внимание детям и внукам, да, то есть, потому что с этим человеком пустые хлопоты, вы сливаете энергию в никуда, а вас призывают направить энергию туда, где это необходимо, да. У кого есть детки, направьте на деток. У кого есть внуки, направьте на внуков, вот. И с любовью относитесь к своим родным и близким, не обязательно к детям. Просто здесь какая-то, знаете, такая ситуация, когда вы такое ощущение, что энергию сливаете не туда. И вот вам как бы, да, фокус внимания, говорят, переключить. Сделайте выбор в пользу кого-то, в пользу пустых хлопот с этим мужчиной, либо тому, кто действительно в этом нуждается. Вот. И четвертый наш день, что у нас здесь? Так. Какие-то у вас будут возможности в плане обучения, в плане финансов, в плане работы. Вот. Здесь может получить стипендию, здесь вы можете, не знаю, продвижение по службе, получить прием на работу, какой-то новая область исследования, да, что-то вот такое вот, связанное с работой, с обучением. Здесь вы либо будете все в работе, в обучении, вот. Также, может быть, это какие-то детские хлопоты, опять-таки, по поводу обучения, может быть, да, детей. Вот. Поэтому здесь вот какая-то возможность вам откроется. Так. Казенные дела. Какие-то у вас будут с каким-то человеком, да. Это, может быть, он, не знаю, адвокат, может быть, какой-то врач, что-то еще там, не знаю, нотариус, какой-то вот казенный деятель, казенный мужчина. Опять-таки, это может быть и начальник, и у вас с ним будут какие-то дела, да. Вот. Вы будете... Причем начальник, честно говоря, здесь какой-то серьезный, ответственный человек, и у вас день вокруг него будет крутиться. А может быть, опять-таки, это ваш ребенок, да, и вы будете с ним решать какие-то казенные дела. Вот. И здесь какие-то перспективы он вам откроет, этот человек. Человек какие-то перспективы откроет, шанс какой-то начать что-то... Что-то... Какие-то возможности у вас откроются благодаря либо этому человеку, либо он как-то поспособствует вам, да. Вот вы поедете, к примеру, там, к нотариусу, не знаю, на почту, к адвокату, и так далее, и тому подобное. И здесь вот какие-то, знаете, дела решатся со знаком плюс вам. Здесь больше про работу, про финансы, не про обучение, да, не про любовь. Здесь вот такой вот день, в принципе, для вас очень хороший, да, то есть четвертый день самый-самый такой хороший для вас, потому что здесь какие-то шансы этот мужчина вам откроет, да, какие-то возможности. И, да, что у вас здесь, мы посылаем в ваш разум и сердце мощные волны любви, пробуждающие у вас любовь к самой жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить наметившиеся романтические отношения. Кстати говоря, может быть, вот с этим мужчиной, да, шанс на построение серьезных отношений. Вот так вот, да, позвольте себе сполна насладиться этим замечательным чувством во всех чудесных проявлениях. То есть, может, вот этот человек, познакомитесь, может быть, вы с ним, он как шанс будет, да, шанс, шанс на построение каких-то серьезных отношений. Может быть, вы обучаться куда-нибудь, либо в казенном доме с кем-то познакомитесь, да, либо вот этот человек как-то поможет вам, откроет какие-то перспективы, даст вам шанс для чего-то нового. Ну, карта Купидона, да, это больше как углубить наметившиеся романтические отношения. То есть, для кого это актуально, здесь у вас будет шанс углубить какие-то наметившиеся, да, романтические отношения. Вот такой вот расклад на 4 дня у вас, девочки, мальчики, всех люблю, всех целую, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok